Большой привет из Кемерово, от мамы моей, от брата моего, от Ильи ученика. Хочет быть с нами, посидеть в Сопрании Святых, приехать на конференцию. Очень понравилась мне молитва в Кемерово. Час я шел на молитве, было минус 28 градусов. Но солнце светило, было здорово. Итак, Аллилуйя, Слово Божие, воскресное собрание. Кстати, в Питере сегодня возобновили воскресное собрание. Аллилуйя, слава Господу. Ну теперь ждите нас. Мы приедем. Или прилетим, или придем. Не знаю, как получится. Хорошо, давайте во время... Или сначала помолимся, да? Помолимся, хорошо. Отец наш Небесный, мы здесь, Господи. И не только тела наши здесь, но также и мы сами здесь. Наши мысли здесь. И ты сегодня будешь говорить важное. И мы готовили наши сердца, чтобы прийти сюда. Чтобы услышать важное. И не пропустить это. Благодарны Тебе за то, что Слово Твое с небес всегда как манна, свежее, Господи. Это не рутина. Это всегда, Господи, от Тебя удивительное направление к размышлению. Спасибо, Господь, за все. Мы славим Тебя, любим Тебя. И просим Тебя, послужи нам, сегодня каждому, чтобы ни один не ушел, Господи, отсюда, не затронутый Твоим Словом, Твоей любовью, Господи, Твоей благодатью, Духом Святым. Спасибо Тебя за все. Мы славим Тебя, любим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Книга Исаии, книга Исаии, 50-я глава. Книга Исаии, 50-я глава. У нас дверь закрыта там. Может быть, захлопнуть? Отлично. Геннер решил перепроверить. Можно чуть погромче сделать? Чуть погромче. Итак, улетал я в метель из Москвы. По-моему, было минус 18 градусов. И впервые я увидел, как самолет перед вылетом встал в определенное место, где его обработали, значит, анти... Я думаю, обработали перед вылетом веществом, которые, значит, способствуют, то есть, избавляют от обледенения поверхности. И также тех деталей, которые важны очень при взлете. Аминь. Я впервые увидел, как он подъехал, два грузовика таких, с такими вот этими, знаете, поднялись там, потом какая-то эта стрела. И это все продолжалось, думаю, что минут 15 весь самолет был обработан вот этим покрытием. И там только не один раз, а два, два слоя, по крайней мере, я так насчитал, два слоя было. И потом самолет, значит, всеми вот этими подвигал, закрылками, Нина, закрылками, там все проверил, и мы двинулись на взлетную полосу. Я подумал так, что очень внимательно относятся службы к взлету авиалайнера. Аминь. Потому что риск ошибки велик. Нельзя допустить ошибку. Нужно сделать все, чтобы, что? Чтобы самолет взлетел и, значит, безопасно добрался до своего назначения. Далее я подумал, что мы же с нашей машиной так не поступаем, да, мы не поливаем ее анти-льдом. Просто там почистили чуть-чуть, сели. Почему? Потому что риск менее велик. Хотя мы с вами проверяем подвеску, чтобы все колеса были на месте и так далее. Но в отношении к автомобилю ответственность и важность подготовки не так высока, как в отношении самолета. А когда ты пылесос запускаешь, ну вот, тогда, ну работает, работает. Подвеску мы, кто проверял последний раз подвеску пылесоса? Итак, чем выше, чем выше важность и ответственность, тем ответственнее люди подходят. Потому что это вопрос, что? Жизни и смерти. Это вопрос жизни и смерти. Потому что если я спустя рукава подойду к взлету самолета, возможно, у меня не будет возможности исправить ошибку. Потому что там не должно быть ошибок. С автомобилем менее. Да, могут дворники там не работать, раз остановился, вышел, поправил их или так далее. Аминь, вы со мной? Я подумал о том, что когда звучит слово, это что? Это важное место, где звучит слово. И ответственность какая? Высокая ответственность. Здесь тоже вопрос чего? Жизни и смерти. Я бы даже больше сказал, нежели в авиации. Иисус говорит, я предлагаю вам жизнь или смерть, что выберите. Какое отношение ваше к тому месту, где звучит слово Божие, которое чрезвычайно важно. В отношении самолета предпринимаются бесконечные проверки, подготовка к вылету самолета. Как я уже сказал, значит, покрывается слоями, чтобы он не замерз, чтобы детали все были работали. Все работали. Я так подумал о том, что насколько важно это место, когда мы подготавливаем себя. Ведь здесь тоже вопрос жизни и смерти. Важнейшее слово. Аминь. Важнейшее. Вы со мной? Вы такие замечательные. То, что мы сегодня услышим, слава благодати. Опять меня убавили, да? Нет? Слава благодати. О, спасибо. Книга Исаия, 50 глава. Мы здесь видим, как Иисус говорит от себя. Это уже то время. Итак, давайте прочтем. Иисус говорит от себя, от первого лица. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Это его служение здесь на земле. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Аминь, Господи. Ты открываешь Твою жизнь вместе с Твоим Отцом, что Он каждое утро пробуждает ухо, чтобы Ты слушал подобно учащимся. Чтобы Господь открывал Твое ухо и запечатлевал Своё наставление. Пятый стих для нас очень важен. Пятый стих. Господь Бог открыл мне ухо, и я что? Не воспротивился и не отступил назад. Услышали, да? Иисус говорит, Господь Бог открыл мне ухо, чтобы сказать мне слова. И когда я услышал эти слова, я не воспротивился и не отступил назад. Это означает, я выдержал то, что Бог мне говорил. Я не убежал. Я выдержал. Я остался. Я принял. Аминь. Каждое утро он открывает у меня ухо, чтобы я слушал подобно учащимся. А потом, когда он открыл мне ухо и начал давать мне наставление и говорить слово, которое было направлено ко мне, говорит Иисус, я что? Я не воспротивился Слову Божьему и не отступил назад. Остался на этом месте. Вы запомнили этот принцип? Я остался. И не воспротивился. Когда Господь говорил с Израилем на горе Синай, 12 глава книги «Послание к евреям», и также 20 глава книги «Исхода», там говорится, что это был звук трубный, и он нарастал. Это были слова, которые обращены были народу израильскому, потому что Господь вызвал весь народ, чтобы они услышали его голос. И когда Господь, это был Ветхий Завет, и когда Господь начал говорить, что это был, то это был, и гора пылала, и она не только пылала, и дымилась, и землетрясение было, и трубный звук, голос Божий, он нарастал. И там написано, что Израиль, Израиль сказал, мы не можем выдержать это слово. Мы не можем, пусть Моисей и ты слушай, а потом придешь, и к нам будешь пересказывать, мы не можем выдержать слова Божие. Я согласен, там была совсем другая обстановка, там Господь являл себя Израилем, чтобы у Израиля был страх Господень, чтобы они видели, что Господь не играет в игры, а говорит очень серьезные вещи. Жизнь и смерть. Аминь. Жизнь и смерть. Израиль не смог вытерпеть слово, которое было направлено ему. И мы понимаем, почему. Знаете, что я хочу сказать? Не знаете. Это хорошо. Но вы знаете мое сердце? Или нет? Я думаю, что слова благодати выдержать еще сложнее, чем голос трубный Бога на горе Синай. Вы слышите меня? Когда Стефан, в 7 главе Деяния апостолов, он говорил слова благодати, и там говорится, что он был объят Духом Святым, Духом Мудрости, и не могли противостоять мудрости, которая исходила из уст его. И он был наполнен, и говорил народу слова благодати, там написано, что они не могли стерпеть этих слов. Они не могли стерпеть слов благодати. Аминь, вы со мной? Я уверен, что стерпеть, выдержать слова благодати сложнее, чем выдержать слова, которые раздаются с горы Синай. Слова закона. Знаете почему? Да потому что слова благодати, они намного выше. Потому что гора Синай – это моральный уровень, а слова благодати – это совсем другой уровень. Это уровень свободы, это уровень праведности и святости, куда наш ветхий человек не может даже и достать. И никогда не очутится там. Аминь. Когда он говорил слова благодати, они не могли терпеть, они побили его камнями. И я хочу сказать следующее, что когда Иисус говорит, что когда Господь открыл мое ухо и стал говорить мне, я не воспротивился, и я не отступил назад, я остался на своем месте. Почему? Потому что я смирился перед этим словом. Александр, помните проповедь Александра и также Феликса «Вступление»? Замечательно. Я смирился перед его словом, я не отступил назад, потому что благодать иногда режет очень сильно. Аминь. Как вам эти слова? «Прощаются тебе все грехи, иди и впредь не греши». Разве вы думаете, что их так просто выдержать? Их невозможно выдержать. Или, например, ныне пришло спасение в дом этот, потому что и он сын Авраама, когда Иисус обращается к Захею. Аминь. Сложно ли выдержать эти слова? Знаете, я хочу сказать следующее, очень сложно. Охота убежать оттуда и сказать, как так? Я не согласен с этим. А как насчет тех слов? Что Бог очистил? Что? То ты не почитай нечистым. Петр! Скатерть-самобранка, да? Что Бог очистил, что? Ты не почитай нечистым. А-а-а! Аминь. Слушайте дальше. Могу ли я выдержать то, когда преуспевает мой брат или сестра? Аминь. Могу ли я возрадоваться вместе с ним или с ней? Радуюсь ли я его или ее успеху? Могу ли я выдержать то, что другой человек продвигаем Богом? Продвигаем внутри семьи, продвигаем в браке, продвигаем во взаимоотношении с детьми. Могу ли я это выдержать? Могу ли я выдержать возрастание ученика и возрадоваться вместе с ним и сказать Аллилуйя, слава Богу? Могу ли я выдержать, когда другой радуется? И когда другой, когда у другого все замечательно и он идет в благодати Иисуса Христа? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Или я не могу терпеть этих слов? Знаете почему? Да потому что во мне нечто происходит. Слушайте дальше. Я могу плакать с плачущимися, с плачущими, но не могу что? Радоваться с радующимися. Я не могу слышать, когда кто-то преуспевает. Я не могу сорадоваться в вере. Аминь. Почему? Потому что я смотрю на себя, и у меня этого не происходит. И я говорю Богу, нет, Господи, не говори мне эти слова. Я не хочу их слышать, потому что они для меня как с горы Синай трубный звук. И как то, что я... Но я плачу с плачущими. И рыдаю так, что ведра у меня это самое. Но не могу радоваться с радующимися, с теми, которых Господь поднимает, которых благословляет. Запомните, никогда это не произойдет просто так. Обязательно эти люди пройдут через свои страдания, и тогда только будет подъем. Аминь, вы слышите меня? Но мы не видим их страдания, а видим их только торжество. Знаете, почему мы не видим их страдания? Да потому что они наполнены Духом Господним. Слушайте дальше, Господь говорит, когда ты постишься. Но не делай ты свою физиономию постящейся, чтобы ее за сто километров было видно, что ты постишься. Аминь, вы слышите меня? А ты намажь свое лицо, ты причешись, и явись постящимся перед кем? Перед Богом, и чтобы другие не видели, что ты постишься. А явись постящимся перед Богом, и тогда Господь, видя тайное, воздаст тебе явно. И ты не будешь с кислой физиономией ходить, что ты просходишь через скорбь. Вы слышите меня? А другие не заметят твою скорбь, что ты проходил через скорбь. Но они увидят только твой успех. Но без скорби успеха не бывает. Запомните это. И когда в следующий раз вам Господь предложит порадоваться с кем-то возрастанием, или духовным продвижением, или еще чем-то, радуйтесь с ним, зная, что это не так просто. Аминь. Просто этот, может быть, человек не явил себя постящимся всему миру. А просто, что? Был наполнен Духом Господним. Прошел свою скорбь в радости. Аминь. И даже никто не узнал, что он проходит через скорбь. Но наша преграда такова, что, когда я прохожу через скорбь, я всем заявляю об этом. А потом еще хочу, чтобы и все со мной в эту скорбь вошли. Я не говорю здесь о том, чтобы мы не ободряли друг друга и не участвовали в тех переживаниях. Но и там тоже может быть гордость. Аминь. И там тоже может быть гордость. Я представляю разговор. Вы со мной? Я представляю разговор отца с сыном, когда здесь 50 глава. Он открыл мне ухо и сказал. Сын мой, я посылаю тебя на крест. И что? Я не воспротивился и не отступил назад. Аминь. Сын мой, тебя оставят все. Я не воспротивился и не отступил назад. Сын мой. Ты будешь без одежды, висеть на кресте, оплеванный. Слышите меня? И сын говорит, аминь, отец мой. Я не воспротивился и не отступил назад и не убежал. Но услышал твое слово и согласился с этим словом. И сказал, аллилуйя, Господи. Потому что твоей благодати достаточно для того направления и для той ситуации, которую ты меня посылаешь. И я обязательно возрадуюсь. Потому что Иисус говорит евреям, 12 глава, по-моему, это второй стих, что Он ради предлежащей Ему радости, что претерпел крест. Иисус говорит, ой, как много охота сказать. Это только первая часть нашей проповеди. В книге Малахии говорится, ах, нет, дременья нет. Но напомните мне про книгу Малахии, хорошо? На дискуссии. Итак, Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я услышал Слово Божие. И я смирился под крепкую руку Божью. Что бы мне это ни стоило. Аминь. Я смирился. Когда Господь обращается... Я слушал пастора Шаллера сегодня утром. И он рассказывал, как он любил своих дочерей. У него сначала две дочери было. Да? Да, сначала две дочери было. Он как любил своих дочерей. И он говорит... И пришел тот момент, когда Господь с ним заговорил. И он сказал, ты очень любишь своих дочерей. Он говорит, да, очень сильно люблю. И Господь говорит, ты любишь их больше, чем меня. И пастор Шаллера признал это. Да, Господи. Больше, чем Тебя. И потом Господь сказал, отдай их мне. Отдай. Он сказал, что это было сделать очень нелегко было. Но он сказал, аминь, Господи. Мне больно, но что? Я отдаю их Тебе. Аминь. Они Твои. Я отдаю их Тебе. Слушайте дальше. Может быть, в последующее время Господь вам скажет что-то отдать. Знаете что? Не противьтесь. Не отступите. Терпите. Аминь. Слово Божие. Потому что это нужно сделать. Потому что это промысел Божий в нашей жизни. Из-за того, что у нас есть ветхая греховная природа, и мы никогда не справимся с ней сами. Господь действует в нашей жизни особенным образом. Аминь. Запомнили слово? Когда Господь скажет вам, и вы явно услышите, отдай это мне. Останьтесь на том месте, где вы находитесь. Вы знаете, я хочу, ну, я говорю с вами, к сердцу к сердцу. Я смотрю, что размышляю в себе, что в моей жизни есть некоторые вещи, которые Господь показал, и они мне не нравятся. Не нравятся они мне. И у меня есть две, два пути. Или продолжать размышлять в них, и ожесточаться в сердце своем. Или взять, и прийти к Богу, и сказать, Господи, вот это, мне не нравится это. Это не Твое, и это не мое. Помоги мне. Аминь. Помоги мне, Господи. Это так не должно быть. Там нет Твоего сердца. Там нет Твоих мыслей. Там нет Твоего духа. Мне не нравится это, Господи. Вы знаете, я нашел в себе, что это нелегко сделать. Это нелегко сделать. Во-первых, увидеть и согласиться, что это не то, что в моей жизни должно быть. А во-вторых, еще труднее прийти к Богу, и открыть это перед Ним, и сказать, да, Господи, я умею плакать с плачущимися, но я гордый, и я завидую, когда дело касается тех, которых Ты поднимаешь, и они благословлены. Я смотрю на свою жизнь, и не вижу этого, и поэтому начинаю завидовать. Это правда, Господи, я завидую. Избавь меня от этого. И Господь говорит, с удовольствием. Аминь. И ты даже не потерпишь вреда от того, как я буду избавлять тебя от этого. Ты меня попросил, и я услышал тебя. И теперь я буду открывать тебе ухо. И эти слова, которые я буду говорить тебе, они будут слова благодати, но, пожалуйста, выдержи их. Не убегай. Не противься. Склонись. Аминь. И тогда ты победитель. И тогда твой ветхий адам на кресте Голгофы. И тогда ты, что? Проходишь скорбь, или искушение огненное, как то, которое для нас может быть непонятным. 1 Петра 4 глава. Ты пройдешь его, даже если оно непонятно для тебя. Аминь. Давайте мы перейдем во вторую книгу Паралипомино. Вторая книга Паралипомино. Очень интересные эти размышления и исцеляющие слова. 26 глава. Первая книга. Извините, я первая сказал или вторая? Вторая. Вторая. Все правильно. Все правильно. Вы молодцы. Аллилуйя. Вторая книга Паралипомино. 26 глава. Мы начнем с 3 стиха. 16 лет был Озия, когда воцарился. И 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехалия из Иерусалима. И делал он... Что у вас написано? Угодное. Еще давайте прочитаем. И делал он что? Угодное в очах Господних точно так, как делал Амасий отец его. Это какой был царь? Как он начал в 16 лет? Как он начал в 16 лет? Он делал угодное. пред очами Господа. Тот так же, как обучал его кто? Отец его Амасий. Это означает, что он был послушный сын у своего отца. Возможно, он был тем, который говорит... Отец ему говорит... Сын, иди работай в винограднике. Он сначала сказал, что не хочу и не пойду. А потом что сделал? А потом пошел. Это был тот, который был обучаем своим отцом. Правильно, да? Потому что поступал точно так, как его отец. И так он делал угодное в очах Господних точно так, как делал Амасий отец его. Пятый стих. И прибегал он к Богу во все дни Захарии. Кого? Еще один персонаж показался. Правильно, да? Отец его где? Умер. Почему? Да потому что он воцарился. И здесь написано, что он прибегал к Богу во дни Захарии, поучавшего ему страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, Бог поспешествовал ему. Что мы здесь видим? Пока Захария был его наставником, и пока он говорил ему слово, что происходило в его жизни, он делал угодное перед очами Господа. И поступал так, как Господь велит. Али, аминь? Дальше прочтем. Шестой стих. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа. Стены, и так, это действие его. Седьмой стих. И помогал ему Бог против филистимлян, и против аравитян, живущих в Гурвале, и против Меунитян. И давал, и так, и построил, да, и давали аминь тяне, восьмой стих, дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. Здесь мы видим, что в седьмом стихе, и помогал ему Бог. Это было от Бога? От Бога? И помогал ему Бог. Смотрите, и он сделался силен. Дальше, построил башни, с воротами угольного, укрепил их. Дальше, одиннадцатый стих. Было у Озии войско, выходившее на войну отрядами, по счету, в списке их составленным рукой, и так далее. Вот число главных поколений из храбрых воинов было две тысячи шестьсот, и под рукой их военной силы три тысяча, триста семь тысяч пятьсот, ступавших в сражение с воинским мужеством, на помощь против неприятеля. Аминь? Разве это не Господь благословлял? Три-четыре. Конечно. Мы сейчас только видим, что это Господь укреплял своего человека. И он хотел его укрепить. Почему? Потому что этот человек, что, имел пастора-учителя, который наставлял его, и который говорил ему слово, и он что делал, не противился этому слову наставления, а жил этим словом. Аминь? И Господь его со всех сторон. Дальше еще прочтем. Мне очень нравится это описание. Итак, пятнадцатый стих. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях, и на углах для метания стрел, и больших камней, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Мне интересны вот эти два слова. Что? Дивно оградил себя. И что? И сделался силен. Слушайте, когда произошло это? На каком этапе это произошло? Что произошло? Шестнадцатый стих. Но когда он сделался силен, что у вас написано? Возгордилось сердце его, на погибель его. И здесь погибель, конечно, не в аду, это физическая смерть. Возгордилось сердце его, на погибель его, возгордилось сердце его. Кто мне скажет, братья и сестры, когда это произошло? Вы услышали сейчас только, еще хотите прочитать или нет? Когда это произошло? Когда он сделался силен. Когда он сделался силен. А до того, как он сделался силен, разве не Господь ему помогал? Господь ему помогал? Разве не Господь, не хотел укрепить его, его царство? Хотел укрепить, мы это все видим. Но когда произошло то, что он возгордился, это же было все от Бога? Аминь? Хороший вопрос. Заметил ли он это? Заметил ли он это? Еще больше, более хороший вопрос. Аминь? Заметил ли он, когда его сердце пошло в другом направлении? И сила, которая от Бога перешла совсем в другую силу? Когда это произошло? Вы знаете, я думаю, что до тех пор, пока наставлял его Захария, и как он слушал Слово Божие, что? Это было в Божьем плане. Как только он, я так думаю, как только он оставил наставление, то пришло в его жизнь что? Совсем другое направление. Он стал силен, но в то же самое время в своей силе он возгордился. До этого он был силен? Был силен, но возгордился ли он? Нет. Давид был силен? Был силен. Слушайте дальше. Я немного еще осталось. Давид говорит, 138-й Псалом. Господи! Ой, как здорово! Аааа, 138-й Псалом. Давид говорит. И это смелая молитва. Смелая молитва. 138-й Псалом, 23-й стих. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Вы со мной? Испытай меня. Вы знаете, я думаю, что Давид так просто не говорил эти слова. Я думаю, что он чувствовал нечто, что он не сможет сам узреть тот момент, когда он от силы Божьей переместится совсем к другой силе. Вы слышите меня? Он знал, что у него нет этого развлечения, что он не может не заметить, когда он из смиренного состояния и когда Господь благословляет его переместиться в другое состояние. И поэтому он говорит в 138-м Псалме, смотрите, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои. Это означает, я считаю, это смелая молитва. Слушайте, почему? Если я так молюсь, я, все, я отдал. Аминь. Я отдал. И я нахожусь в том месте, где я скоро услышу Слово Божье. Я даже не знаю, что я услышу, но Господь говорит, когда ты услышишь это Слово, не противься и не отступи назад. Аминь. Если ты просишь меня испытать твое сердце, ты правильно просишь, потому что ты не знаешь, когда оно может перейти из смиренного состояния в гордое. У тебя нет такой способности, но Господи, испытай сердце мое, смотри, не на опасном ли я пути, какой ответ у Бога будет. «Ой, испытаю, ты готов?» Я говорю, ну не знаю. «Ой, не знаю, Господи. Ой, не знаю, может быть, я зря помолился. Но я вижу, что есть у меня нечто, что мне не нравится. И я знаю, что это не от Тебя. Помоги мне. Я отдаю себя в Твои руки. Я как глина. Ты сделай из меня нечто, что тебе будет по сердцу, чтобы я и плакал с плачущими, и что? И радовался с радующимися. Аминь. Я только взял вот эти только две области. Можно было еще много взять, но время. Я не хочу быть слишком долгим. Но я думаю, что вы уразумели это слово. Аминь. Я не знаю, когда у Озии произошел вот этот переход. Но Бог увидел это. И со мной. Увидел это? Конечно, увидел, потому что Он смиренного видит и гордого что? И знает, и сдает на издали. Бог увидел это. Дальше. Как вы думаете, Он начал показывать Ему? Я уверен, да. Он начал показывать Ему. А потом, когда что? Когда это слово, которое Он перестал слушать, перестал действовать, перестал действовать в Его жизни, то и пришла гордость. И то, что было благословение над Господа, стало чем? Проклятием. Потому что Господь говорит, «Я прокляну ваше благословение». Вы слышите меня? Ай, так много нужно сказать. Это еще одна тема. Вы думаете, что вы благословлены? Да, но я прокляну ваше благословение. Потому что совсем другой дух, совсем другое отношение. Аминь. Я говорю, Господи, испытай сердце мое. Хорошая молитва. Испытай внутренности мои. И посмотри, не на опасном ли я пути. Может быть, и в моем возрастании в Господе, слушайте внимательно, в моем успехе в Боге, я настолько далеко зашел, что везде трезвоню о своих успехах в Господе. Слышите, да? Назидание ли это? Может быть, я и возгордился уже в своих успехах. И тогда Господь говорит, уже сердце твое не такое, когда ты радовался в том, что я делал тебе. Ты уже сам стал просто представлять приставку Бог. Аминь. А на самом деле, ты сам сделался силен. И я прокляну твои благословения. И мы говорим, Господи, спасибо тебе. Спасибо. Аминь. Спасибо. Я вижу зависть в моем сердце. Она мне не нравится. Ты показал мне ее. Помоги мне. Убери ее. И Господь говорит, Аминь. Я сделаю это. Я пошлю тебе слово. Но стой. Не отступай назад. Прими его. Оно для тебя. Для твоего исцеления. Хорошо, что ты открылся мне в этом. и не скрывал это. Я обязательно помогу тебе. Аминь. если я приведу в твою жизнь скорби, пашу тебя, не проходи эти скорби с постным лицом. Чтобы тебя все видели вокруг. пускай это будет что между тобой и мною. И я видящий тайное воздам тебе явно. Потому что у меня достаточно благодати для всякой скорби в твоей жизни, которые необходимы, необходимы, необходимы для тебя по моей великой любви. Потому что ты сам собой не справишься. Тебя нужно привести вместо смирения. И я знаю, как это сделать. Пастор не знает. А я что? Знаю. Я говорю, спасибо Господь. Доверяю тебе. Давайте скажем. Ты доверяю тебе. Спасибо Господь. доверяю тебе. А но доверяю тебе. Но доверяю тебе, потому что я испытал тебя много раз. И ты оказался верным в моей жизни, избавляя меня от этого гадкого ветхого Адама, который думает только о себе. Аминь. А теперь я. А когда ты производишь во мне свое действие, это всегда будет свобода, славы детей Божьих, где я буду с открытым сердцем смотреть на братьев и на сестер, и что? И радоваться с ними, и плакать с ними, и обедать с ними, и гулять с ними, и быть на благовестии. Кстати, есть гордость благовестника. Вы знаете об этом? Она тоже есть. Да? И вроде сказать, как это? Благовестие, это же самое такое хождение по вере, прорыв верующего. Слушайте, здесь есть гордость везде, потому что мы не знаем грани, когда благовестник в духе перейдет в благовестника в гордости. Кто знает? Никто не знает. Бог знает? Знает. И мы его дети? Его дети. И очи его на нас? На нас. И мысли его о нас? О нас. И он хочет, чтобы мы возрастали? Хочет. И мы говорим, аминь, Господь Иисус, мы имеем твой характер и твою природу в нас, а твоя природа никогда не отступала от слышания слова Божьего. даже если оно что? Приносит мне боль. Пусть так будет. Это елей для моей головы. Аминь. И я могу молиться этой смелой молитвой перед Богом. И всякий из нас с вами может молиться смело этой молитвой перед Богом, не страшась, не боясь Бога. Я имею ввиду другим страхом. Понимаете, да? Можем. И Господь сделает свое чудное дело. И когда Он в следующий раз скажет, отдай это мне, я останусь стоять на месте, склоняюсь. Аминь, Господи. Отпускаю. Отпускаю. Потому что я знаю, что ты мне вернешь то же самое, но с большим изменением. Какой посох, помните посох у Моисея был? Брось посох. В кого он превратился? В змея. До этого он только кизяк, то есть себе дорогу расчищал своим посохом. А после того, как он превратился в змея, и он взял его, он стал каким посохом? Он стал совсем другим посохом, которым он творил знамения и чудеса. Он творил, нет, не он творил, Бог делал это. Через то, что сначала принадлежало Моисею, потом Бог его взял, и потом обратно отдал Моисею, и это был совсем другой посох, аминь, который уже был действием Бога. Отец наш небесный, мы с вами, мы рады, рады, Господи, слышите это слово. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы сейчас не стоим на горе Синае, где трубный звук, где гора дымится, и где огонь пылающий, и землетрясение, и грохот. Мы приступили к горе Сиону, это та гора, где восседаешь Ты, царь царей, полон благодати истины. И мы, Господи, рады, что Ты говоришь к нам слова благодати, которые также являются Словом Божьим. Иеремия говорит, что Слово Божие, разве оно не огонь, и не молот ли разрушающий скалу? Да, Господи, наши твердыни нужно разрушать молотом, но этот молот любви, наши мысли нужно сжигать огнем Духа Святого, но этот огонь не опаляет нас, и мы выходим из огненной печи и славим Тебя. Обучай нас, Господи, пребывать под Твоим покровом, чтобы у нас был наставник, чтобы мы слышали Слово. Обучай нас отдавать то, что мы любим больше Тебя. Ты обязательно сделаешь благо в нашей жизни. Мы просим Тебя благословить Твою Церковь, благослови и ободряй нас, Господи, свидетельствами Твоей верности в нашей жизни. Спасибо Тебе. Если вы не знаете Иисуса Христа, обратитесь к Нему. Он любит вас. Он за вас полностью. Обратитесь к Нему и скажите в вашем сердце, Господь Иисус Христос. Я верю в Тебя. Спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Войди в мое сердце. Живи. Обучай меня Твоему Слову. Хочу познавать Тебя. И во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос. Я молюсь и прошу. Аминь.